Здравствуйте! В эфире программа Агросектор с обзором наиболее актуальных событий в аграрной жизни республики в студии Раима Буллаева. По итогам 2017 года в Дагестане собрано свыше 16 тысяч тонн овощей защищенного грунта. При этом потребность республики в тепличных овощах составляет порядка 40 тысяч тонн. За последние несколько лет в регионе отмечаются значительные подвижки в этой отрасли. Строятся как малогабаритные, так и крупные современные тепличные комплексы. У нас развиваются целые поселения, которые специализируются в этом направлении. Среди них села Улыбияул и Аданак Раводокенского района, Кизелюртовском районе, село Кераул и многие другие. Кроме того, в конце минувшего года состоялось знаменательное событие ввод в эксплуатацию предприятия Юг Агрохолдинг, самого крупного в Дагестане тепличного комплекса, расположенного на площади 5,5 гектаров. Общая площадь крупных и малогабаритных теплиц республики составляет 200 гектаров. По мнению экспертов, это хороший результат, особенно в условиях реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве. В 2017 году в Дагестане введено в эксплуатацию свыше 20 животноводческих ферм на 15 тысяч скотомет. Среди них есть также предприятия, построенные в рамках полученных грантов на развитие семейных животноводческих ферм. В частности, фермы были построены в Кизелюртовском, Тарумовском, Карбадахтенском, Кулинском, Сергокалинском и Баюртовском районах. Кроме того, завершено строительство пяти цехов по переработке молока и производству молочной продукции общей мощностью более 10 тысяч тонн в год и трех цехов по убою скота и переработке мяса мощностью 2500 тонн в год. Помимо этого, в ряде муниципалитетов построены и введены в эксплуатацию 5 птицеводческих объектов по выращиванию бройлеров на 460 тысяч посадочных мест в год, а также цеха для содержания 120 тысяч кур-несушек и 3 цеха по забою 3000 голов птицы в час. В 2017 году специалистами Управления Росельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировано более 1 миллиона 52 тысяч тонн продовольственных и непродовольственных грузов, 855 тысяч штук посадочного материала, а также 30 тысяч транспортных единиц, прибывших из стран Дальнего и Ближнего Зарбежья. В 126 случаях выявлены нарушения требований законодательства Таможенного Союза и законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений. В 277 случаях обнаружены опасные карантинные объекты Павелико, Горчак Ползучий, Восточная Плодожорка, Амброзия Полонолисная, Калифорнийская Щитовка, Филоксера, Пасленка Лючий, Южноамериканская Томатная Моль, Тутовая Щитовка. В целях предотвращения возникновения угрозы заносы и распространения карантинных объектов принято решение о возвращении в страну экспортер 947 тонн под карантинные продукции. Это плоды, овощи, семена, посадочный материал. До 20 миллионов рублей в 2018 году будет увеличено финансирование мероприятий по борьбе с саранчой в Дагестане. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. По предварительным прогнозам специалистов филиала ФГБУ Росельхозцентра по Дагестану, в 2018 году ожидается распространение саранчовых вредителей на сельскохозяйственных угодьях на площади более 120 тысяч гектаров. Напомним, в 2017 году с применением наземной техники и авиации против саранчовых вредителей в Дагестане было обработано почти 100 тысяч гектаров. В фермерских хозяйствах Дагестана идет модернизация молочного и мясного производства. На сегодняшний день в республике поголовье крупнорогатого скота превышает 1 миллион голов. Но акцент государства делает на развитии переработки. Грантовая поддержка оказывается в том числе с семейным животноводческим фермом, которые полученные средства планируют потратить на увеличение молочного стада и строительство цехов по переработке сырья. Ислам Хан Абасов из села Нечаевка Кизилюртовского района грант в 5 миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы получил в 2015 году. За два года удалось сделать многое. Увеличить стадо крупнорогатого скота почти вдвое. Оно теперь достигает 700 голов. Построить современный корпус с автоматизированной очисткой. Построить дом для животноводов и часть средств потратить на развитие цеха по переработке молока. Мы смогли сделать капитальный ремонт, полностью реконструкцию, поставить молокопроводы, поставить транспортеры. Этим самым сверху взяли еще 120 голов, благодаря тому, что нам помогли грантам. И у нас, если вот так государство будет нам помогать, министерство, я думаю, оно будет идти только лучше и лучше. И у нас будет и чистое молоко, и сметана, и кефир, и все остальное. Эти коровы черно-пестрые и красно-степной пород рекордными надоями не отличаются, зато качество молока отменное. Да и жирность зимой выше в два раза. В этом цеху молоко очищается, сепарируется и постерилизуется. Молоко, кефир, сметана, творог, сыр, сливочное и топленое масло поставляются в детские сады и больницы. На сегодняшний день перерабатываем молоко более полтора тонна в сутки. Производим продукцию чистую, не применяем никаких химикатов, порошков. На сегодняшний день мы производим сыр, брынза, сливки, жирность более 70%. Также производим творог, топленое масло. В летний период жирность молока бывает 3-4, 3-5. В зимний период, когда корова высыхает, бывает доходит до 4-4 тоже жирность молока. Так уж получилось в жизни телятницы Изанат Магомедовой, что у нее нет своих детей. Забота об этих малышах для нее утешение. С начала этого года в крестьянско-фермерском хозяйстве, в котором она работает, появилось на свет 40 телят. Одно молоко, корма, молоко с сеном, все, и все бывает сухо-сухо-сухо под ним. В Кизилюртовском районе традиционно высокий урожай многолетних трав. Поэтому производство молока обеспечивает наибольшую доходность по сравнению с производством другой продукции. У нас в районе всего 22 700 голов крупных коты скот. Из них коровьи 13 128 голов. Семейные гранты у нас в районе получали с 2012 года по 2017 год 5 крестьянско-фермерских хозяйств. Вот мы сегодня находимся в одном из лучших хозяйств в районе. Вы сами видели, что они делали. Они покупали по голове скота, отремонтировали помещения, аналогичные положения и других таких хозяйств, которые получали гранты, семейные гранты. По итогам 2017 года в республике произведено 860 тысяч тонн молока и 250 тысяч тонн мяса. А перерабатывается всего 30% молока и только 10% мяса. Развитие семейных животноуческих комплексов может кардинально изменить ситуацию. В целях стимулирования сельхозпроизводителей в бюджете республики Дагестан на 2018 год предусмотрено 100 миллионов рублей для субсидирования сданного на переработку винограда. Напомним, примерно треть всего российского винограда собирается в Дагестане. В 2017 году в республике был собран рекордный урожай винограда около 170 тысяч тонн, что на 19,5 тысяч тонн больше урожая прошлого года. При этом на переработку было отправлено 107 тысяч тонн солнечной ягоды. Общая площадь виноградника в Дагестане составляет 25 тысяч гектаров. Из них 18 тысяч гектаров плодоносящие. Ежегодно в республике закладывается примерно полторы тысячи гектаров новых виноградников. Продолжаем программу «Агросектор». И у нас сегодня в гостях известный виноградарь Ехья Магмед Ерефеевич Гаджиев. Ехья Магмед Ерефеевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот новость, которую обсуждают все виноградари, что в 2018 году будет выделено из бюджета 100 миллионов рублей для виноградарей, которые сдают сырье на переработку. Скажите, пожалуйста, насколько это изменит вообще ситуацию в отрасли? Хочу, конечно, выразить свою благодарность. И российскому государству, и нашим, и нашим, министерству сельского хозяйства, правительству, и отделу виноградарства. Огромную работу провели. Субсидирование огромное. Посадки пошли вверх. Буквально за последние годы уже у нас 25 тысяч почти гектаров виноградников. Мы в своем хозяйстве, вот представьте, за 10-12 лет от 300 тонн винограда дошли до 10 тысяч. От 100 гектаров вот до полторы тысячи. Сейчас у нас 1600 гектаров виноградников. Без поддержки государства ничего не было бы, ничего абсолютно не было бы, потому что виноградарство, это закладка винограда, это капитальное строительство. Как строим школы, детские сады, оно тоже вот такое, потому что 25, 30, 40 лет живет виноград, можно получать оттуда доход. И представьте, один килограмм винограда на сегодняшний день 26 рублей 50 копеек дает в виде налогового акциза в государство, сданный на переработку. Если мы сдаем килограмм винограда, значит 26 рублей идет государству. И главное, государство идет раньше, и платит государству раньше, и акцизы, и налоги, все. Что идет вам? Да, а нам уже в последнюю очередь, поэтому мы оказались в таком положении. Мы имеем и виноград, производим больше, увеличиваем площадя и объемы, а живем еще не лучше. В последней сессии мы опять приняли решение, вот последнее чтение бюджета, один рубль. Да, это тоже большое дело, большая поддержка. Каждый будет стараться, значит, произвести больше винограда и сдавать на переработку. Будет польза государству и хозяйству. Ну, тем не менее, я не могу не говорить, что мы в неравных условиях находимся в России и другими регионами. С соседними даже регионами. Да, с соседними буквально регионами. Вот смотрите Краснодарский край, там есть наши знакомые, там есть заводы, там есть переработка, производство. Вот такой же сорт примерно рекостель и виноград, там 28-32 рубля, а у нас 17-20 рублей. Ну, это же несправедливо. А потом обидно становится, понимаете. И все у нас получается, как будто там понимают, представляют в России, что нас действительно рязанский мужик должен кормить. Почему нас кто-то должен кормить? Мышцеспособный народ. Такого трудолюбивого народа я не видел. Понимаете, я объезжаю, я буквально с любым опытом еду, днем, ночью, где слышал, я вижу, что лучшего нашего народа нет. Потому что трудолюбивый народ. За короткий, за 10, 15 лет, вот смотрите, что мы сделали виноградарством. Это же огромное дело. Это же виноград закладывать и получать такие результаты. И не каждый государь, не каждая республика, наверное. Вообще у вас в хозяйстве работа кипит, получается, даже сейчас в январе. Это у вас идет обрезка, у вас шпалера готовится, да? У нас круглый год. Виноградарство это такая культура. Вот понимаете, мы говорим даже не о деньгах, не о каких-то налогах. Мы создаем рабочие места. Каждый гектарь винограда, это значит один человек. 1600 гектаров, это 1600 человек. Не пусть не целый год, пусть месяцы. Работая на уборке 40-50 дней, один человек у нас вот зарабатывает на семью, 4 из 4, 5 человек. Хлеб обеспечен полностью на целый год. Понимаете, это же большое дело. Ну, просто мы обязаны этим заниматься. Другой, другой, второй такой культуры нету, как виноград. Яхья, Магмед Ильфеевич, скажите, пожалуйста, последний виноград у нас где-то в октябре заканчивают собирать. Вот сейчас, получается, январь. Есть в торговых центрах и на рынке виноград, но дагестанского винограда уже нет. Мы столько времени говорим о необходимости строительства хранилищ, пока ситуация никак не двигается с мертвой точки. Вообще, как вы думаете, когда мы все-таки сможем вот зимой тоже свой виноград видеть у себя на столе? Вот обидно, понимаете, самый тяжелый, тяжелый этот мы выполняем труд, производим продукцию, а потом даже к концу декабря буквально заехал рынок, смотрю, там армянский виноград. Ну, а почему не наш виноград там должен быть, почему не наши яблоки там должны быть? Мы же в буквальном смысле, а строить, вы поймите, кто бы там ни говорил, строить хранилища, логистические центры, хозяйства, мы, производители, не можем, потому что таких средств у нас нет, по такой цене продать виноград и еще строить, где-то вкладываться нет, у нас оборотных средств никогда не хватит, этого не будет. Это должно быть совсем другое. Вот мы много говорили о логистике, о распределительных центрах. Я в буквальном смысле недавно отдыхал, вот если я вернулся, даже вот рядом сидели вот у нас наши работники, там механики, трактористы, я говорю, что как обидно мне, вот буквально едешь через каждые полгода, что-то начинаешь видеть вот вдоль дороги, вот начиная с Чечни и Кабарде, и это строят хранилища, огромные хранилища. Я это говорю, слушайте, это одно хозяйство, совхоз один не может построить, это значит, замечено правительство или российское, или там свои республики, большие деньги здесь нужны. Скажите, пожалуйста, у вас в хозяйстве вообще в прошлом году вы уже начали еще и теплицы небольшие свои строить, даже пытались клубнику сажать, какая ситуация вообще? Да, пытались мы, мы же, я же говорю, где новые, мы обязательно должны применять и все, и клубника, и помидоры, и огурцы выделили не раз, сам глава республики почти три раза у нас был. На сегодняшний день у нас 3,3 гектара, понимаете, вот уже построенных теплиц, построенных теплиц, ну не такие, которые стоят гектар 500-700 тысяч рублей, ну не нужны они у нас, мы должны рабочие места создать, мы должны дать возможность построить любому человеку 5-10 соток и объединяться, и поддержать их. Значит, если огромный крупный проект, есть одного человека, где-то он мог такие это сделать, этот человек может воспользоваться государственными благами, субсидиями, я имею в виду, а такие, вот у нас, например, 30-40 тысяч рублей, один гектар мы строим, такой же 100 тонн с гектара, 150 тонн, мы тоже собираем. А почему мы не должны брать вот эти хозяйства, которые у кого 10, у кого 15, у кого 30 соток, почему они не должны воспользоваться государственными благами? Да, наша цель дать возможность людям зарабатывать, вот именно занять людей, особенно Дагестан. Вы можете представить, на сегодняшний день у нас хозяйство, все Теркеменская зона, вот была уборка у нас, начиная с Гумбетовского района, люди, даже Махатаевского района, Табасаранского района, люди приезжали на сбор винограда один месяц. И этого достаточно было, я же говорю, там работали один месяц, им хватало на целый год покупать, покупать, например, муку или там зерна. Дадим, создадим, дадим возможность людям просто работать, а наш народ ничего не хочет, никакой политики, ничего им не нужно, понимаете? Им дайте рабочие места и вовремя заработную плату. Огромный объем мы сдали, почти 9300 тонн сдали с заводом виноград, технический виноград. Вы представляете, это в наше время, я не знаю, где в России такое может быть. 9300 тонн. А на сегодняшний день у нас мы не можем рассчитываться с налогами, с заработными платами, с людьми. А почему? Да потому что эти заводы друг другу тоже они должны, никак не рассчитаются с нами. Ну, как это объяснить? Как объяснить? И работаешь хорошо, думаем, вот этот год-то у нас уже вообще прекрасный, мы же за 10 тысяч тонн вышли. Ну, а нету на сегодняшний день этого. Вот этим... Даже выйдя за такие вот мощности, как больше 10 тысяч тонн, вы все еще, как бы, да, получается... Да, разговор нет. У нас 1600 гектаров, у нас через года три, когда войдут в эксплуатацию виноградники, мы должны где-то за 15 тысяч тонн дойти. 15, около, может, даже 20 дойдем мы. Вот переработку построили своими силами, кое-как там можем отжимать все. Ну, на этот парк, создать емкостной парк не можем, потому что большие деньги нужны. Спонсоры, не только спонсоры, просто нужны люди. Просто иной раз становится обидно. Неужели, слушайте, виноград, настоящий виноград не нужен? Уже, наверное, забывают люди, что такое настоящий коньяк, что такое настоящее сухое вино. Ну, обидно бывает. И здесь, вот, завод, если на честной основе работает, тот будет пострадать, потому что любой человек может дешевый поставить там. Шампанское может стоить и 70 рублей, а настоящий шампанское не может быть, стоит примерно 70 рублей. Он должен 120-150 стоить. Ну, это тоже этот есть. Я не говорю никогда, что, ну, название поменяли, там, винный напиток. Что за винный напиток? Как, что? Ну, чувствуется, что виноград многим уже не нужно. Коньяк примерно создавать. А что это? Лимонная кислота и спирт и все, что ли? Ну, неужели мы, куда мы дойдем так? Мы должны смотреть вперед и защищать свои... Вы понимаете, нет в республике другого, вот как виноград. Вот гектар винограда 200-300 тысяч рублей. В любом случае, все-таки хочется надеяться, что хотя бы вот это вот 100 миллионов на поддержку виноградарей хотя бы будет какой-то первый толчок для изменения вот этой ситуации, о которой вы говорите. Это 100 миллионов, конечно, даже вот такое, понимаете, внимание, говорит о том, что республика, руководство республики и российское государство заинтересовано в развитии виноградарства. Я думаю, их я, Магмед Ирифеевич, пока в нашей отрасли есть такие виноградари, как вы, которые душой болеют за то, что происходит. Я думаю, ситуация будет только улучшаться. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Большое спасибо. Спасибо большое, слушали. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok